всем привет ребята ну что подъехали хорошие новости этого кстати для тех кто у нас любит в коментах поморосить что да ладно ничего не произойдет да ладно зачем за это брата за это браться да ладно все равно отпустят и так далее о чем я говорю стану уборство и труд ребят и выверенные действия о чем я говорю ковдор и так я думаю все помнят события ковдора дай попеет длится уже полгода мы работаем над этим делом плотно мы с вами вместе уже на это потратили 2 миллиона рублей помогая семье алены очень благодарна большой всем передает привет ну просто вообще что у нас сейчас произошло ну все забрали дело опять по важникам следственный комитет и сейчас я вам прочитаю статью как об этом написал ресурс коммерсант ну ресурс серьезный они в принципе сейчас взяли выдали нам квинтэссенцию уголовное дело о массовой драке произошедшей прошлым летом в ковдоре мурманской области снова взялось в производство следственного комитета скр изначало расследователь уличного побоища между подростками и компактно проживающими в городе выходцами из азербайджана занялась полиция но потом учитывая резонанс который мы с вами как раз и подняли это чп дело передали в комитет откуда но пройдя две инстанции вернулась в полицию это то что мы с вами говорили что они покрутили пососали и вернули обратно в полицию и потом у нас полиции из дела пропали вообще все заявления свидетельские показания ничего не произошло не было короче вернули в полицию в отсутствие конкретных подозреваемых попытавшуюся свести разбирательство на уровень участкового и мирового суда ну то есть настолько резонансное громкое дело они просто спустили на уровень участкового ну то есть то же самое что там бабушка позвонила кто-то шумит и массовое избиение двудневное ну все одно и то же просто вы не понимаете это не после вмешательства прокуратуры в уголовном деле наконец-то появился предполагаемый зачинщик азербайджанец который спровоцировал эту массовую драку с участием своих земляков внимание объединившийся под национальному признаку да наконец-то об этом говорят открыто да по национальному признаку они наконец-то выявили зачинщика и угли его весь город знает этого зачинщика все прекрасно знали ну наконец-то они выявили его потому что полгода мы с вами херачили подключали все ресурсы работали нервничали алену там уже вспомните и уже запугали и уволить и что только не сделали кстати да мы добились того что алене все таки ее сняли с учета как неблагополучную семью потому что туда запихали просто по тупому как говорится ну новость отлично дальше будем работать сейчас там все объявлены в розыск какой розыск я не знаю как у них происходит розыск они там по квартирам ходят вы вы тут не видели ребят с арбузами которые подростков избили как это происходит я не понимаю городок вот такой сейчас там наверное все начнут естественно ловить рассос я надеюсь что все таки будут люди арестованы но по крайней мере то что вернулась по важникам и вернулась в скр это очень круто ребята о чем это нам говорит во первых начинаем открыто все таки видеть позицию того что объединение по национальному признаку наконец-то начинают открыто говорить разные ресурсы о том что до проблема диаспоры существует ее нужно решать это ковдор это явный пример конкретный пример но опять же для того чтобы этого добиться нам пришлось всем пахать спасибо большое и юристам которых мы наняли это наши хорошие знакомые которые взялись которые работают сейчас они продолжают работать с полицией для того чтобы все таки теперь искали вот этих вот товарищей которых объявили в розыск мы с вами помогли алене поэтому как бы они там ни пытались мы будем работать дальше и работать и что хотелось добавить вот у нас вопрос по национальному признаку да я надеюсь что ситуация будет меняться потому как вот эта щука рак и лебедь уже просто достает у нас президент открыто говорит в обращении что русский народ является государство образующим это внесено в конституцию все народы должны иметь свою национальную идентичность и это хорошо и правильно и у нас чинуши начинают мы все русские причем ролики ни одного русского это и есть внутренние враги это есть те самые пятые восьмые шестые колонны одна колонна на второй как как говорится вчера нашем районе построили новую школу поверх старый все это работает именно так не доходит понимаете а если и доходит то просто переворачивается так делается намеренно ребята поэтому я говорю чеченец это чеченец армянин это армянин русский это русский и это нормально когда каждый идентифицирован но просто между собой общается соответствует и так далее опять же не будут продолжать беспредель и дасти вопросами мы тоже работы но все должны быть идентифицированы тогда будет нормальный здоровый патриотизм но мы работаем с вами дальше вот такая хорошая новость будет держась в курсе всем большое спасибо